Сегодня 5 мая 2015 года, температура на улице плюс 15 градусов, подготавливаю к семье к перевозке, делаю осмотр и если какие нужно на улочку 8 миллиметров перевожу, если до этого была не переведена и подготавливаю к перевозке мёдом пахнет, мёдом, ну вот эту семью я зимой два раза подкармливал, был легкий улей Если стоит полный комплект рамок в улье, осматривать всегда лучше со второй рамки начинать, потому что вот эту рамку если будешь вытаскивать, можно прижать матку, расстояние маленькое, между, если здесь допустим 12 миллиметров стандартные, у меня это 8, 12, то здесь 6, у меня сейчас где-то 4 или 5 миллиметров, поэтому вот эту нежелательно рамку с крайней вытаскивать, а начинать осмотр всегда вторую с края, то есть вот вторую с края уберется, вторая с краю рамочка, засев яички, засеяно пыльца, и эту рамочку убирается, эта рамочка убирается в переносной ящик пчеловода, чтобы не провоцировать ни воровство, ничего. Ну, крайне обычно перга корм, рамка, я ее даже доставать не буду, вот, расплод, расрамка, расплод, вот я, меня как-то критиковали, почему я вот все, что счищаю, на дно бросаю, это воск и прополис, и обычно пчелы ранней весной, когда своего недостаточно воска, восковыделения, они используют старый воск для построек, для своих нужд, даже я наблюдал, как с улицы приносили, вощину на улице разгрызали, и убирали в корзиночке, как пыльцу, и не сливули, поэтому я из улья весной не убираю ничего, если, у меня сейчас нижние литки закрыты, работает пчела через верхние круглые литки, вот, если не нужен он им будет лишний, он так на дне и остается, я потом его забираю, так, ну, это тоже расплод, рамка с расплодом, две рамки, расплод все в три рамки, ну, пчела спокойно, взяточка идет, ведет себя, без маски работаю, так, а вот это, у меня сюда попала рутовская рамка, вот уже строят трудневые, и засеивает матка, ее можно использовать как строительная, то есть дождаться, когда трудни запечатывает, клещ, клеща туда собрать, а потом убирать, можно как строительная использовать, я сейчас вторую скрою, ее поставлю, так, тут, наверное, еще рутовские есть, переводил я, наверное, с рута, семьи на гадар, часть рутовских остались, да, вот тоже рутовская, ну, это перга, мы сейчас ее и вытащим, засеивать нету, самое главное, и пыльца, вот мы сейчас ее отсюда пока переставим, отводки буду делать, я ее уберу, сюда верну, ну, в общем, на пяти рамках здесь, засев расплод, на пяти рамках, можно даже туда и не ставить, так, это тоже рутовская, тоже надо ее отсюда убирать, а пыльцу эту дать в отводке зимовалой, где пчелы поменьше, порадовать их обилием белковой пищи, а сюда, да, да, у нас кидим рамки, у меня есть, с медом, так, вот эту заберу отсюда я, и вот эту я отсюда заберу, пыльцы, вон, пыльцы много, в отводке в зимовалой, где послабже, сейчас пыльцу дам дополнительно, где отводки слабже, там все-таки летные пчелы меньше намного, естественно, пыльцы они несут меньше, пыльцы очень важен до весны, вот еще у меня одна, тоже ее отсюда надо забрать, не нужна она здесь, тоже в отводок, тоже пыльцы наносили прилично, почти на всех рамках, тоже заберу я ее, так, ну а вот это у меня осталось на 300 рамки, и сейчас еще добавлю дополнительные запасные дамы, с комом, тут тоже мне критиковали, что я очень долго делаю все, гнездо держу открыто, но я же все-таки на видео снимаю, я могу все быстрее делать, но тогда на видео вообще ничего не понятно будет, вот, поэтому, так, это мы сейчас под засер дадим, вот сюда поставим, таким образом, сейчас две рамочки еще на 300, скуп дам я, то будет погода, не будет погоды, с мяром, сегодня теплозав опять, чтобы корма было достаточно, так, пицца, оп, перна, так, итого здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь рамок, сейчас еще две дам, на 300, так, пока перекрою я, чтобы потеплее было, так, вот, одно, с кормом, подставлю, весной корм он не лишний, тем более, если это мед, в магазины поставлю, все, что не нужно будет, они в магазин перенесут опять переработать, вот так, все, все рамки теперь здесь на 300 стоят, сейчас зафиксирую гвоздиками, для перевозки, и потом дно поменяю, и как наберу партию, в Рязань повезу, так, не злитесь, сейчас я вас замомну немножко, а то при перевозке от тряски, чтобы не переезжали, вот это вот пустое расстояние, очень удобно использовать, для того, чтобы определять, когда подошел время расширения, вот как здесь, в пустом, в этом месте, очень много пчелы соберется, значит, все эти десять рамок освоены, и нужно или второй корпус, или магазин ставить, если пчелы нет пока еще, то торопиться не надо, чтобы не переохладить гнездо, поскольку пчела, даже если не очень еще сила у семьи большая, она любит по всем рамкам расползаться, вот, и иногда смотришь, создается впечатление, что уже пора расширять, пчелы много, а, на самом деле, ночью при холодах пчела, клуб сжимается, и многие рамки остаются без пчел, вот, здесь же, вот, когда сотик уже начинает отстроен, и пчела скапливается, это уже говорит о том, что в гнезде тесно, и уже пришло время расширения, так, ну все, теперь, тут немножко вы заволновались, как бы вы мне маску не заставили одевать, ушей крутить еще моих, так, все, десять рамок, улочка восемь миллиметров, так, пока положу для удобства перехода, потому что создается теплая улочка здесь, и легко с рамки на рамку переходить с улочки на улочку, то, допустим, если холстик вот лежит вплотную, вот, пчели отсюда, чтобы в соседнюю улочку, надо вот какое расстояние проходить, вот, а так она раз, вот здесь, тут самое теплое, самое теплое место создается, здесь вот я, градусник термометр у меня лежал, в пределах 30 градусов температура всегда, вот, и она с одной улочки на другой взяла и перешла, и матке удобно переходить, в общем, пока вот, да, корпус не разовьется, я брусочки эти держу, ну, как побочный эффект то, что они бывают здесь вот сотики настраивать, но дополнительный воск он никогда не мешал, недолго их счистить, и в перетопку отправить, если он, допустим, не нужен, вот, но... ну... шковинку, холстик очень удобный, а когда перевезу он через него дышит и он чем чем самые самые хорошие вещи не намокает себя влагу не берет вот а сейчас когда перевезу уже сверху потом просто вот так пленочка сверху меня под пленкой на тряпку на тряпочный пленку нельзя сверху лошадь она тряпка сырье влагу в себя не берет немножко подушечка вот с этой все связывать но еще поменяю сразу дно не меняю сейчас они успокоятся это часика к вечеру ближе а то и на следующий день потому что у меня были случаи после осмотра когда дно меняешь матка видно бегает куда-то уходит в четверть и бывает без матка оставалась то есть надо но менять или до осмотра пока ты пчел не подбеспокоил в гнезде или уже потом подождать определенное время чтобы пчела успокоилась и после этого только дно поменять чтобы матка точно на сотку было они на стенке или там ближе к одну четверть